Премьера на дожде. По-советски служит в армии, лечится в больнице, получает образование. Я придумал года два назад эту форму. Ленин Парфёнов, Намедний, том 4. Встреча с читателями в прямом эфире на дожде. Значит, ну хорошо, давайте тогда по пси, ладно. Вот есть достаточно объективная, на мой взгляд, такая заметка про... про очень неоднозначную фигуру в поп-музыке. Как группа «Белый орёл». Вот она. Это заметно. Действительно. И, ну, как утомительный «Россия вечера», тут даже написано, как «Кокупа» называется. «Кокупа», да. «Кокупа» даже открывает концерт. Это вот так вот делалось, вот так тут вот делалось, 100 долларов. Вот так тут швырялось и кричалось «Кокупу давай!» Это как у поэтили «Россия вечера». «Кокупа» даже открывает концерт российского саммита СНГ. Да, я помню это дело. Кстати, ничего не слабо. Я не помню. Да, да, да. Все президенты сидят, и это как «Кокупа»! И вот в этом смысле у нас сидит здесь... Честно, надо кому-то сказать, как «Кокупу давай», да? Да. Вот значит, у нас сидит здесь соратник, покой... Ну, в общем, Володя Жечкова, Владимир Григорьев. У меня острый вопрос. Володь, вот как он репетировал вообще? Трезвый. Вы же наверняка были при этом. Ну, расскажите. Ну, во-первых, ему всю жизнь хотелось петь, никто ему не позволял. Ни жена, ни родители, ни друзья. Все считали, что он абсолютно бесталанен и никогда не сможет петь. Поэтому, когда он заработал денег, он решил, что может себе это позволить. Как он репетировал? Это отдельный вопрос. Он мог остановить мою машину. Он ездил так с мигалкой, как положено рекламному магнату по Москве. Вот. Оставил мою машину и громкоговоритель говорил, «Послушай, я вчера записал». И запускал на Пушкинской площади в присутствии гаишников. Очередной хит. Ну, вот это была наша жизнь в то время. Или подъезжал к моей даче в Жуковке. Делал то же самое, хотя вокруг спали какие-то чиновники. Вот. Ну, конечно, безусловно, был очень талантливым человеком. И ему всегда нравилось произносить. Я, собственно, сделал Парфенова. Он какое-то время, какое-то время, он... Был продюсером. Да-да-да. Да-да-да. Ему, правда, не понравился фильм «Портрет на фоне» про Василия Белова. Он очень серьезно подошел ко мне, взял вот так вот за пуговицу. И голосом, который не предвещал ничего хорошего в те времена, когда человек дал деньги и непонятно что за это. Вот. Сказал. Я это привел, эту фразу. Здесь, он так говорил про любое ремесло. Я тоже дохэ, где учился. И далее, если я запятаю там, но такого писателя не знаю, например. Или еще что-то. Я все время его спрашивал. Вот дохэ, где учился, означает в шести вузах по одному курсу. Вот что это такое? Так, собственно, и было. Вот что это? Но это не про музыку. Это про это время и про это мироощущение. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. И как у «Поедина России вечера», в общем, к музыке, хотя это были первоклассные авторы Матвиенко и Добронравов, вот, имеют отношение опосредованное. Это мироощущение. Чтоб-то Стас об этом сказал, да? Там есть великое мироощущение, еще более. Я вот его квалифицировал как единственное удобоваримое объяснение при отвозе к себе домой из ночного клуба. Вот, собственно. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. И, значит, и обещание, которое, значит, там непременно давалось, «Я куплю тебе новую жизнь». Вот это... Но это не про музыку. Это про 90-е. Это образ жизни, кстати. Вообще, вообще, вообще в 90-х больше про 90-е, про особое мироощущение этого десятилетия, больше, чем про политику, про попсу, моду, ужас, кровь и прочее-прочее. Это все вот покрывается неким общим знаменателем под названием 90-е. Дождь. Оптимистик Чаннел. Продолжение следует...